Стоимость путевок в Крым в целом не изменилась по сравнению с прошлым годом. В некоторых местах отдохнуть можно даже дешевле, чем в ближайших к республике регионах. Но не все ательеры добросовестно устанавливают цену. С ними ведется борьба. Об этой и других проблемах привлечения туристов на полуостров в сюжете Татьяна Ханкот. С начала года Крым посетили 203 тысячи туристов. Это больше, чем на 2% превышает показатели аналогичного периода 2015-го. Еще в январе и феврале ситуация не была такой радужной. От прошлогодних цифр полуостров отставал. Дело в том, что туроператоры боялись продолжения блэкаута. Все, что происходит, войны, кризисы экономические, политические, рост цен, курсы валют, все отражается в первую очередь, на мой взгляд, на туристической отрасли. И поэтому это как лакмусовая бумажка для страны от того, как развивается внутренний туризм, так и развивается экономика. Наша задача сделать Крым более красивым, более привлекательным, чтобы те красоты, которые Богом данные, то есть Крыму, это великолепный климат, воздух, море, были еще и облагорожены той инфраструктурой, которую Российской Федерации удалось сотворить в Краснодарском крае. Сейчас средняя заполняемость 155 крымских учреждений отдыха составляет 28%. Это очень хороший показатель для этого времени года, считает министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий. Туристический поток на полуостров увеличивается с каждой неделей. Туркомпании материковой России проводили исследования и выяснили, что среди россиян запросы на путевки в Крым лидируют. Профильный министр заявил и о том, что цены на них в общем не изменились по сравнению с прошлым годом. А отдохнуть на восточном и западном побережье полуострова даже дешевле примерно на 15-20%, чем в ближайших к республике регионах. Но все же не все крымские ательеры придерживаются адекватной ценовой политики. Не просто пытаемся включить административный ресурс, а прежде всего объяснить нашим ательерам, что от того, что они сделают этот шаг, они выиграют, может быть, 2-3 рубля, ну я так образно говорю, но потеряют в будущем клиента. И самое страшное – это то, что они нанесут имиджу Крыма очень серьезный урок. С 1 мая в республике заработает колл-центр. Туда отдыхающие смогут звонить и жаловаться на заоблачные цены. Еще одна проблема в туристической отрасли – нехватка трех и четырех звездочных отелей. Но инвесторы заходят на полуостров, модернизируют их. Результаты этой работы, по словам Стрельбицкого, будут видны в 2017-2018 году. Мы все волнуемся, как пройдет этот сезон. Качественные услуги – это должно быть главное. Не обмануть ожидания. С этим мы сходим в туристический сезон. Запрет россиянам выезжать в Турцию и Египет безусловно скажется на турпотоке в республику. Отдыхать на полуостров приедет больше людей. Медленно, но верно Крым идет к тому, чтобы занимать заметное место в туристической отрасли всего мира. Для этого здесь есть все возможности. Татьяна Ханкота, Сидмимед Кукчев. Время новостей. Ялта. Продолжение следует...